21 ноября пассажиры автобуса номер 16 так и не смогли доехать до северной части города. На въезде в Боровск автобус столкнулся с автомобилем Hyundai Santa Fe и оказался в кювете. С моей стороны мы ехали, что-то бам-бам, ну, сотрясения какие-то. Все, потом открываю глаза, ну, я, судя по всему, головой в поручень вошел. Открываю глаза, народ валяется, дверь открытая, все копошатся. Потом я подошел к ходу и начал всем помогать. И потом мы искали вещи все, народа. Потом, как сказали, судя по всему, мы на повороте, вот эта иномарка нас подрезала, и мы ушли в колею. Скажите, на момент столкновения много было в автобусе людей? Почти полный. Почти полный? Ну да, полный. На место аварии незамедлительно выехали скорая помощь, пожарная служба и сотрудники ДПС. Автобус был полон пассажиров, и многие из них даже не смогли самостоятельно покинуть перевернувшийся автобус. В результате ДТП пострадало 11 человек. Трое человек от госпитализации отказались. Восемь человек было госпитализировано с различной степенью тяжести травмами и доставлены в трофпункт. То есть, в горбольницу номер один и в трофпункт. Работало всего 5 бригад. Из 11 человек один ребенок, 12-летняя девочка, тоже была госпитализирована. Переломы, ушибы, закрыты черепно-мозговые травмы. С такими диагнозами пассажиры автобуса были доставлены в больницу. И все на тот момент хотели понять, кто же виноват в том, что автобус улетел с дороги. В половину восьмого вечера по дороге Красный Вещер-Соликамск двигался автомобиль Hyundai Santa Fe. Водитель которого двигался в направлении города Пермь. И при пересечении перекрестка улицы Всеобучья-Черняховского не уступил движению автобусу Мерседес, который двигался по главной дороге. В результате чего произошло столкновение. Водитель же иномарки приехал в Соликамске из Перми. И теперь он и его пассажирка находятся в Соликамской городской больнице с многочисленными травмами. По данному ДТП сейчас ведется проверка для выяснения всех обстоятельств случившегося.